Все-таки один видео еще делаю на русском языке. Короче, дорогой господин Путин, меня правда очень жал, что европейские страны себя так ведут и вас не понимают. Честное слово. Я это все своими глазами видел там даже. Сколько раз я не ехал что-то куда. Я подтверждаю ваше мнение полностью. Я рад за каждого, который для вас пойдет на улицу и поступает. Но проблема в том, мы в Европе, мы сидим вот так под контролем, что даже нереально русский флаг взять и выходить на улицу. Сразу Менти приедет, сразу забирает, сразу арестует. Ну возьми украинский флаг, можешь выходить на улицу и можешь орать, о, Путин какой-то гад. Вот я это все не понимаю. И меня правда, к сожалению, очень жал, что европейцы не видят правды. Хоть сколько им не говорят. Господин Путин, я вам скажу как есть. Люди, которые говорят правду, правда, она неприятная. Никто ее слушать не хочет. А люди, которые врут, они говорят так, как люди хотят слушать. И поэтому всегда тот, кто правду говорит, стоит один. А тот, кто врет, толпу забирает. Вот. И в том проблема. И наши медиа, что они все не делают только, чтобы оскорблять Россию, россияне и вас. Это просто стыдно. В мои глаза это правда стыдно. Я сам немец. Я выучил русский язык из-за того, что я много еду по делам в Россию и что-то куда. Но в России я долго уже, правда, не был. Но все равно. Я еду в восточный стран, бывший СССР. Я видел своими глазами, как вы подняли страну. Как успешно у вас пошло все вперед. Вот. Конечно, все не золото, что блестит. У вас и тоже ошибки были некоторых. Ну, это мелочь. Это случается. На ошибках учатся. Ну, как сказать. Почему Запад, почему Восток, не, почему Запад наш, почему европейцы не хотят понимать, о чем вообще речь идет там в конфликте Украина-Россия. Вот это я не могу понять. Я вас полностью поддерживаю. Там от них фашисты, крупные свиньи и этот Зеленский, правда, его на самом деле надо убрать с этого тарелка. На этом платформе ему нельзя больше играть. Ладно, закончу видео. Три минуты и так кончается. Я просто всем россиянам желаю все хорошего и будьте уверены, не все европейцы думают так, как выглядит. Есть некоторые, которые сопротивляются тоже, но, к сожалению, только душевно, потому что активно никак невозможно. Продолжение следует...